В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Семьям военнослужащих погибших при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции вручили ордена мужества. Мы понимаем, что наш брат и мама понимают, что его сын погиб за родину. В жилом комплексе усадьба Суханова прошла встреча о населении с заместителем главы администрации округа Татьяной Квасниковой. Нас услышали и мы очень надеемся на скорейшее решение. В детской школе искусств города Видное прошел концерт под названием «Золотая Русь», посвященный Дню народного единства. В преддверии Дня народного единства в историко-культурном центре чествовали защитников Родины. Семьям военнослужащих погибших при выполнении служебного долга в ходе специальной военной операции вручили ордена мужества. Их подвиг навсегда останется в истории России и Ленинского городского округа. В начале церемонии память участников специальной военной операции почтили минуты молчания. Заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Арадушкин выразил слова сочувствия и поддержки близким погибших военнослужащих. Сегодняшняя церемония особенная. Когда такие церемонии проходят, ты испытываешь боль и параллельно гордость. Поэтому ощущение, конечно, очень волнительное в этой части, но боль утрат, а гордость за наших героев. Орден мужества воин получает за успешно выполненные боевые задачи. В этот раз эти высокие награды были присвоены посмертно и переданы родственникам погибших героев. Среди них Ольга Кушинова, старшая сестра рядового Андрея Филиппова. Наша семья – потомственные военные. Папа – офицер, мама – офицер. Ну, соответственно, папы уже нет в живых, но мама, конечно, понимает, для чего это нужно, для чего проводятся эти специальные военные операции. Мы понимаем, что наш брат и мама понимают, что его сын погиб за родину. Орден лейтенанта Дмитрия Зернова получил его сын, 10-летний Игорь. Он выполнял боевую задачу, прикрывал отход. Но из беспилотника рядом кассетная мина взорвалась, и он погиб. На мероприятии присутствовали участники юнармии из Видновской школы номер 10. Ребята признались, что гордятся подвигом своих земляков. Я очень хочу выразить огромную поддержку им. Держитесь, потому что мы с вами. Все вас поддерживают и все вас любят. Вас никто не бросит. Стоит отметить, что представители администрации округа оказывают помощь и поддержку семьям защитников Родины. Эти семьи наши. Мы каждый день с ними видим, каждый день сталкиваемся. Это люди, которые, ну, наши соседи. Я даже скажу, вот здесь одна семья присутствовала, у нас одна из сотрудниц их соседка. Вот и все. Вот одним словом скажем, это все наши. Или вот учитель позывной Зернов Дима. Это вообще наш воспитанник нашего спортивного клуба Орленов. После завершения церемонии вручения участники мероприятия в неформальной обстановке пообщались с родственниками героев, выслушали их пожелания и договорились всегда быть на связи. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Выездная администрация – удобный формат, который позволяет жителям обратиться со своими вопросами к представителям органов местного самоуправления. Один из таких приемов состоялся на территории ЖК «Усадьба Суханова». Заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова встретилась с жителями на территории жилого комплекса «Усадьба Суханова». Она ответила на вопросы, которые касаются образования, здравоохранения, культуры, спорта, библиотечного обслуживания, создания музеев, работы с молодежью, развития туризма, а также опеки и попечительства. Сегодня на встрече с заместителем главы Ленинского городского округа мы эту проблему озвучили уже, получается, лично. Очень рады, что она донесена, нас услышали, и мы очень надеемся на скорейшее решение. Кроме того, специально для жителей на территории работает мобильный медицинский пункт, в котором оказывают первичную медико-санитарную помощь, а также проводят профилактический осмотр и диспансеризацию. Для того, чтобы пройти обследование, предварительная запись не требуется. Главное взять паспорт и страховой полис. Консультирует здесь у нас фельдшер и рентген-лаборант. Рентген-лаборант проводит флюорографию, фельдшер проводит прием пациентов, забор крови, снятие ЭКГ, консультация дальнейшая, спирометрия. Жители довольны, что можно пройти медицинское обследование рядом с домом. Для наших жителей очень довольны. И каждый год, я считаю, что надо ставить этот пункт, чтобы люди проходили, проверили сердце, проверили легкие, сделали прививки от груза, сделали направление, взяли врачу, посоветовались терапевтам, какие-то обретки пить. Это очень удобно. Мобильные пункты приема граждан и дальше будут курсировать по Ленинскому городскому округу. А встреча с населением в рамках программы «Выездная администрация» продолжается. Ведь такой способ коммуникации с населением позволяет более продуктивно наладить диалог для решения насущных вопросов. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. С 3 по 8 ноября состоится международная акция под названием «Большой этнографический диктант». Организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам национальности. Это просветительский проект, который познакомит участников с культурой разных народов России. А также позволит оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов. На его прохождение дается 45 минут. За правильное решение всех заданий можно получить 100 баллов. В Ленинском городском округе будут организованы две площадки. На базе Видновской школы номер 10 и нового образовательного центра «Успех» в рабочем поселке Дрожжино. Начало мероприятия в 10.00. Кроме того, ответить на вопросы и получить подробную информацию можно на официальном сайте «Большого этнографического диктанта». В детской школе искусств города Видное прошел концерт под названием «Золотая Русь», посвященный Дню народного единства. В концертной программе приняли участие ученики, педагоги и творческие коллективы. День народного единства – праздник, призванный сплотить россиян всех национальностей, населяющих нашу большую страну. В преддверии торжества педагоги детской школы искусств города Видное дали своим воспитанникам возможность выступить для большой аудитории и исполнить песенные и танцевальные номера разных культур. Все мы любим и гордимся нашей Родиной. Дети тоже должны понимать, в какой стране они живут, видеть свои перспективы. И воспитаны они должны у нас быть в духе национальных традиций. В этот день со сцены ДШИ звучали классические произведения великих русских композиторов – Глинки, Чайковского, Рахманинова и других именитых авторов мировой музыкальной классики. Сегодня концерт, в котором задействован выступающий мой ребенок. Он будет выступать с произведением Шалова, шуточное, в дуэте с еще одним мальчиком. Будут играть на балалайках. Здесь участвует мой брат. Он сегодня будет выступать, будет играть на баяне. Я пришла за него так поболеть. Программа концерта насыщенная. Видно, что участники долго готовились и подошли к творческому процессу со всей ответственностью. Дети поют самые различные песни, самого различного направления – и эстрадного, и народного. И мы постарались представить русскую музыку как можно более полной. Сотрудники ДШИ всегда стараются привнести в творческий процесс что-то новое. В этом году здесь появился класс игры на гуслях. Руководство учреждения надеется, что в следующем сезоне зрители увидят номера, исполненные и на этом старинном русском инструменте. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В рубрике «Афиши выходного дня» мы расскажем вам о том, как можно провести предстоящие праздничные выходные. 4 ноября в День народного единства в Центральном парке города Видное пройдет праздничная программа, мастер-классы, концерт, гастрономическая площадка. Начало в 12.00. В это же время развлекательное мероприятие под названием «Живет земля, живет народ единый» состоится в Доме культуры Буревестник, села Молокова. Вход бесплатный. Во Дворце культуры города Видное в 16.00 4 ноября премьера спектакля 1925 года рождения. Режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры Московской области Лариса Гейрис. В 17.00 4 ноября на стадионе «Металлург» состоится открытый турнир по мини-футболу среди любительских команд. Соревнования пройдут среди национальных диаспор. На следующий день, 5 ноября, Центральная библиотека приглашает на вечер юмора автора-исполнителя Михаила Загота. Начало в 16.00. Вход свободный. И в это же время в 16.00 в фойе Дворца культуры Видное пройдет вечер танцев «Пока мы вместе, мы сильны» для людей золотого возраста. Желаем вам хороших и приятных выходных. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова